Лейденская банка Лейденская банка Лейденская банка совершенствовалась. Воду заменили дробью, а наружную поверхность покрыли тонким свинцовым пластином. Позднее и внутреннюю, и наружную поверхность стали покрывать оловянной фольгой. И банка приобрела современный вид. Опыты, проводимые в Слезинской банке, привели к изобретению металлического разрядника. А для усиления эффектов была создана первая батарея из трех банков. Преимущество таких конденсаторов перед пластинчатыми заключается в большей поверхности и емкости при других одинаковых условиях. Фактически Лейденская банка явилась первым накопителем электрической энергии. Именно с появлением Лейденской банки появилась возможность не только накапливать, но и передавать электрическую энергию. И благодаря ей удалось впервые искусственным путем получить электрическую искру. Именно появление Лейденской банки сыграло большую роль в углубленном изучении электрических явлений, что привело к широкому практическому применению электричества.